В Новом Рингое состоялся второй этап музыкального конкурса «Битва хоров Арктика». Во Дворце культуры «Октябрь» 15 команд, предприятий и организаций состязались в искусстве вокала. Отмечу, второй тур посвящен 40-летию Нового Рингоя. Аминат Дышекова продолжит тему. Это жизнь моя, любовь моя, и судьба моя, мой, 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 мой. В этот вечер со сцены октября звучит много песен. Одни известны, другие не очень. Но всех объединяет одно – любовь к северному городу, которую в этом году отметил 40-летие. На протяжении этого времени ни одно поколение авторов воспевало суровую красоту Нового Рингоя. Песни о городе писали многие авторы и исполнители. Известные такие исполнители, как Вячеслав Малежик, Игорь Корнилов, Сергей Любавин, Лера Москва. Ну и, конечно, наши авторы, известные такие, как Полина Рассошик, Владимир Кондратович, Виктор Мурзин, Андрей Вахнин и многие-многие другие. У зрителей есть возможность еще раз их услышать. По условиям второго тура конкурса «Битва хоров Арктика» каждый из 15 коллективов должен исполнить две песни – «О Ямале» и «Новому Рингое». Взрослые детские хоры жюри будет отдельно оценивать, так как в большинстве своем участники старшего поколения – непрофессионалы в певческом искусстве, в отличие от воспитанников музыкальных школ. Разница в исполнении ощутима. Мы связаны с тобой, навек одной судьбой. Земля моя, земля моя, моя земля. Внимание зрителей привлекает не только вокальные способности конкурсантов, но и разнообразие костюмов, как народных, так и сценических. Они очень хрупкие, и на них нельзя ни сидеть, ни есть, ничего им не нельзя делать, просто стоять, как куклы. В зрители щедры на овации. Не каждый день увидишь поющих сотрудников администрации города, авиаотряда или полиции. Конкурс дает им шанс проявить и проверить себя в деле, далеком от основной профессии. Урингойская полиция не только на страже порядка, но и также участвует в определенных видах деятельности, кто спортом, а кто занимается творческой деятельностью, также битва хоров между организациями, школами. Супруга Александра, Дарья Мануйлова, не смогла пропустить этот день. Пришла с дочерью. Битва есть битва. От группы поддержки тоже многое зависит. Мы пришли не просто посмотреть, мы пришли посмотреть, поболеть за нашего папу. Очень болеем и ждем по выступлению. Имена победителей будут известны в конце года. 6 декабря состоится галоконцерт «Битва хоров Арктика». По результатам двух этапов конкурса жюри сделает свой выбор. Амина Дышекова, Давид Давидашвили, Служба новостей «Импульс».